Доброе утро! Это новости. В студии Анна Маскаленко и перейдем к выпуску. В Рубцовске появится пять новых троллейбусов. Электропарк в городе давно не обновляли, поэтому в последние годы процент износа машин значительно вырос. Губернатор Виктор Томенко принял решение о планомерном совершенствовании инфраструктуры и обновлении подвижного состава. На эти цели из краевого бюджета выделят 140 миллионов рублей. Сегодня в Рубцовске на маршруте работают 36 троллейбусов. Полтора миллиарда рублей выделили из краевого бюджета на поддержку медработников – фельдшеров, участковых терапевтов и педиатров. Это поможет закрепить кадры в регионе. Также в регионе для поддержки медработников разработали план «Проект закона» о новых мерах поддержки. Они помогут снизить остроту кадровой проблемы в системе здравоохранения. Закон рассмотрят на ближайшей сессии Алтайского краевого законодательного собрания 26 мая. В регионе появится несколько новых книжных серий, таких как «Молодой голос Алтая», «Библиотека Союза писателей России» и «Библиотека журнала «Алтай». Об этом поговорили на заседании научно-консультативного совета по издательской политике при губернаторе Алтайского края. В заседании приняли участие ученые, писатели и представители учреждений культуры региона. За прошедшее время реализовано 64 издательских проекта, общим тиражом 124 тысячи экземпляров, 64 книги таких было выпущено, в их числе, конечно, и получившие серьезные оценки, серьезные признания, такие издания, как «Девятитомник» Василия Макаровича Шукшина, его книга «Рассказы для детей. Далекие зимние вечера», книги из серии «Алтай. Судьба. Эпоха», трехтумное собрание сочинений Вячеслава Яковлевича Шишкова и многое другое. Был принят издательский план на ближайшие пять лет, до 2027 года. Кроме уже известных серий, появились новые. Так, книги начинающих авторов появятся в серии «Молодой голос Алтая», а ветеранов писательского труда будут издавать в библиотеке Союза писателей России и библиотеке журнала «Алтай». Будет продолжена популярная серия «Алтай. Судьба. Эпоха», в которой выйдут биографические книги о художниках Никулине и Раменском, актерах Поротикове и Талалаевой, поэтах Панове и Рождественском. Персоны включаются в план по такому принципу, ну, во-первых, делается некоторый отбор, во-вторых, только тогда, когда мы понимаем, у нас есть решение, какой автор имеет соответствующую компетенцию, опыт, готовность и желание писать эту книгу, потому что это большой труд, который осуществляется, как правило, в течение нескольких лет. И вот такое планирование позволяет спокойно и заблаговременно человеку свою работу организовать, потому что она предполагает и архивные исследования, и встречи со знакомыми, с родственниками. Достаточно длительный процесс. Велодорожки и тротуары строят на Змеиногорском тракте в Барнауле. Сейчас рабочие начали укладывать асфальт. Дорожки появятся с обеих сторон улицы. Кроме того, на Змеиногорском тракте установят новые остановочные павильоны. Строительство проводят по нацпроекту безопасные и качественные дороги. Монтажные работы на Змеиногорском тракте начали еще в прошлом году. Тогда отремонтировали около двух с половиной километров дороги. В этом году до сентября планируют сделать еще столько же. 10 июня на экспериментальной сцене Краевого театра драмы состоится премьера спектакля «Катушка». Это первый спектакль на жестовом языке с участием актеров-любителей с ограниченными возможностями здоровья. Идея необычного сценического проекта появилась еще до начала пандемии. Театр предложил ее региональному отделению Всероссийского общества глухих. В 2022 году этот совместный проект стал победителем Краевого конкурса грантов в сфере культуры. Вместе с привычной речью в спектакле используется язык жестов. До конца года состоится еще четыре показа. В сентябре, октябре, ноябре и декабре. Дожди, грозы и жару ждут в Алтайском крае. Ночью 20 мая метеорологи обещают температуру от плюс 8 до плюс 13 градусов по Цельсию. Днем она поднимется до 23-28 градусов, а ночью снова упадет до 13. Ветер 20 мая юго-западный с порывами до 17 метров в секунду. Днем в регионе местами кратковременные дожди и грозы. Ночью осадков не ожидается. И к этому часу у меня все. До встречи в эфирах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова